В салонах красоты, которые приглашают бесплатно на процедуры, а потом загоняют в кредитную кабалу, больше не опаивают кофе и чаем с психотропными веществами. Их теперь псевдокосметологи добавляют прямо в крем. Лежит клиентка на столе с масочкой, якобы чудодейственной омолаживающей, и вдыхает пары, как утверждают специалисты, наркосодержащего вещества. 13 человек, которые по выходу из салона красоты, обратились в медицинские учреждения в течение трех суток, сдав анализы. И анализы показали, что в их организме находятся психотропные и наркотические вещества. Направление этого каннабиноидов было, каннаболянами. Бизнес, построенный на кредитах, выдаваемых в салонах красоты и частных медклиниках, процветает. Жалобами возмущенных покупателей завалены полицейские участки. Родственница Юрия Кузьмичева, пожилая женщина, попалась в эти сети, сама не знает как. Я спрашиваю свою родственницу, как так случилось, она говорит, я не понимаю. Я не понимаю, что случилось в момент, когда меня уговаривали, когда я писал эти документы. Но я была уверена, что мне страшно повезло. Что просто я счастливчик, что мне утвердили такую замечательную программу. Я говорю, а с другой стороны, вот ты сейчас всю пенсию будешь отдавать на кредит. Мне сказали, возьмите подработку. Вы же можете потянуть, вы можете, к нам ворчице можете устроиться, можете дороги мести. В Нижнем Новгороде, по данным, которые предоставили журналистам в отделе по борьбе с экономическими преступлениями региона, работает 10 таких салонов красоты. У них есть лицензии и даже квалифицированный персонал. При начинающихся проблемах с органами салоны просто регистрируют новые организации, меняют названия директоров, учредителей, но остаются на том же месте и продолжают в том же духе. За годы борьбы полиции удалось прикрыть деятельность только одного такого учреждения в Нижнем Новгороде. Доказывание умысла в каждом отдельном случае, оно настолько сложно, что без длительных оперативно-разосохных мероприятий, которые могут и не привести к положительному результату, мы не можем возбуждать уголовные дела. Поэтому на сегодняшний день работа полиции в Нижнем Новгороде поставлена таким образом, что мы документируем все факты, рассматриваем каждое заявление в отдельности. Если вы все-таки попались, вернулись с бесплатных процедур с чемоданом косметики и с кредитом под сумасшедший процент, а потом осознали, что это вам все не нужно, полицейские рекомендуют сразу позвонить в банк, чтобы расторгнуть договор, рассказать родственникам, написать заявление, не ждать ни минуты. С кредитным договором все не так просто. Деньги сейчас находятся у этой косметической фирмы, правильно? Они должны принять решение вернуть в банк денег, тогда кредит будет закрываться. Или там пересчитываются, не пользование кредита все равно выставят потребителю. Поэтому всегда нужно очень осторожно к таким товарам, которые не подлежат возврату. Лекарственные средства, биологически активные добавки, косметические, парфюмерно-косметическая продукция, изделия медицинского назначения, приборы медицинские. Это товары невозвратные. Фактически выходит, что все клиентки сами соглашаются на покупку, добровольно отдают деньги и ставят свои подписи в документах. Остается быть бдительными. Хотя бы заподозрить, почему салон красоты с дорогущим оборудованием в центре города, к примеру, на улице Минина, будет бесплатно оказывать услуги. Отвязаться от звонящих и предлагающих подарки порой бывает сложно. Из вежливости выслушиваешь, пытаешься что-то объяснить. Есть один способ закончить такой разговор – сказать, что нет российского паспорта. Такие клиенты интереса для мошенников не представляют, потому что кредиты без паспорта банк не дает.